В Кустанае с раннего утра проходит театрализованное представление и марш к Парку Победы. Шествие колонн к мемориалу воинам-кустанайцам, погибшим в годы войны, и возложение цветов. А несколько минут назад началось торжественное собрание, на котором сейчас находится наш собственный корреспондент в регионе Игорь Нитерер. Игорь, добрый день, вам слово. Победы. В Кустанае сегодня вспоминают о 73 с половиной тысячах земляков, ушедших на фронт в военные годы. А это каждый пятый ее житель. Больше половины из них осталось лежать в земле России, Украины, Белоруссии и стран Европы. До наших дней здесь дожили лишь 324 фронтовика. Но память о временах великих потерь и суровых лишений не ушла вместе с их очевидцами. Накануне победного юбилея в Кустанайской области прошли сотни праздничных мероприятий и акций. Наш собеседник, генерал-майор КНБ в отставке, академик и активный участник общественно-политической жизни Михаил Дауенов. 70 раз я в своей жизни встречаю этот День Победы. Я, рожденный в годы Великой Отечественной войны, я живу, вырос и воспитался патриотизмом. И сегодняшняя дата – это непростая дата. Это дата, которая должна служить и политикам, и народам, и молодежи всему поколению уроком, как надо беречь мир, единство и свободу, любить Родину. Любая война – это крушение, это кровь, это гибель. Но справедливая война всегда побеждается народом во имя будущего, во имя своих поколений. Я хотел бы в этот день от души поздравить всех с этим великим праздником. А здесь и сейчас, в Парке Победы, у стелы с именами погибших идет возложение цветов к вечному огню и могиле неизвестного солдата. Надо сказать, наш Парк Победы – не только священное место для горожан, но еще и мемориальный комплекс. Поодаль расположились мемориалы воинам-интернационалистам и памятник пострадавшим от политических репрессий. У этих монументов тоже много венков и торжественные церемонии продолжаются. Эльвира? Благодарю, Игорь. Будем ждать от вас новых подробностей.